Ох, привет, народ, привет. Сижу я после рабочего воскресенья. Что-то хочется, на самом деле, уже прилечь. Приняла ванну. Да, надо лечь, наверное. Хватит. Завтра понедельник, опять-таки. Что я имею вам сказать? На канале «Одесский бродяга» вышло интервью со мной. Что бы вы там себе не думали? Опять ответный вопрос, который мне кто-то из вас задал. Как познакомиться с мужчиной, как привлечь мужчину? Ну вот есть «Одесский бродяга», да, и он, на мой взгляд, достаточно интересный персонаж. Он как-то внезапно в ютюбе появился. У него интересные ролики. Он из Одессы. Это семья, которая, ну, как бы беженцы, и они колесят по Европе. Он об этом рассказывает. И мне кажется, довольно интересным. Довольно интересный формат. И, кстати, я сейчас вставлю сюда вставочку российской разведчицы Елены Вавиловой, которая 20 лет работала под прикрытием в Штатах. И её тоже спрашивают порой о том, как встретить мужчину. И у неё есть чёткий ответ. Давайте сначала этот ответ послушаем. Вот первый контакт не должен быть неожиданным, не сюрпризом таким. Все правильно. Это уже, ну, понятные инструменты. Короче, по этой схеме я действую всю свою жизнь, даже не зная о том, что так надо делать. Я увидела в телеге, там есть канал Зарада. Наверное, те, кто близок к Украине, знают канал Зарада. И они выпустили текст про... Я сразу поняла, что это про одесского бродягу. И его контакты есть у него на канале. Я в почту ему кинула ссылку на это дело. Он написал, что вот Зарада. Ну, в общем, мы начали общаться и потом решили записать со мной интервью. Всё, как вам рассказывает Вавилова. Сначала надо примелькаться человеку, потом обозначить какие-то свои интересные моменты, потом подвести к ситуации, в которой может произойти контакт. Так вы делаете, в принципе, совсем. Всё в моей жизни происходит по этой схеме, в принципе. Бывают моменты инсайта такого, когда вы просто приходите к какому-то человеку и говорите, я звезда. И да, но это, знаете, это прям реально должно быть что-то фантастическое. Вот. Я сейчас не о том. Я сейчас о том, что вышло интервью со мной, голова вообще не варит. Я даже не успела на второй день Орхидеума, хотя очень хотела. Придётся теперь, наверное, что-то как-то... В общем, у меня там появился интерес один, который вообще не касается Орхидеи. Закину вам такую интригу. Вот. И, в общем, придётся с этим что-то делать. Голова не соображает, язык не ворочается. В общем, вышло интервью, я пошла почитать, посмотреть на себя со стороны, во-первых. Во-вторых, почитать комментарии. Капец, конечно, там комментарии. Нет, там нет какого-то совсем трешака, как я читаю иногда комментарии под волонтёрскими какими-то роликами, что там надо меня распять, моих детей там до седьмого колена куда-то там, там абажуры пошить и всё такое. Нет, такого, конечно, нет. Нет, но просто возникают вопросики многие. Вот вы когда общаетесь с людьми, вы думаете, что все как вы, да? Вы, в принципе, правильно делаете, потому что 99% населения действительно как вы. Но порой случается что-то удивительное. И я со своей колокольни, у меня презумпция такая, презумпция удивительности. Я в каждом человеке вижу сначала что-то удивительное, потом человек меня разочаровывает, и я понимаю, обыватель. А сначала я по себе верю. Вот там люди начали говорить, что с чего я вдруг думаю, что там про Шойгу, что сняли Шойгу и кто-то этому рад. Там на эту тему было столько комментариев, что я даже написала нужным людям, говорю, слушайте, я тут читаю народ, и народ мне пишет, что Шойгу молодец, а я в чём-то не права. И мне люди, которые работали с Шойгу, ну, работают с Шойгу, которые непосредственно на себе испытали последствия руководства Шойгу, они говорят, ну, этот народ может быть доволен Шойгу, его деятельностью, только в том случае, если они пилили бюджет вместе. Если они с ним бюджет не пилили, то чем там быть довольным, непонятно. Там говорили, что он там поднял МЧС. Сейчас, ребята, из того дна, где было МЧС, не поднять его было невозможно. У нас, если кто не в курсе, если сейчас кто-то не из России меня смотрит и думает там о чём-то, у нас в России в 90-е годы всё было на таком уровне, что ты просто делай, просто ходи на работу, и оно уже поднимается. Вот такая новость. Но когда тебя при этом ещё отстёгивают бюджета, как годовой бюджет Анголы тебе в карманчик, то возникают вопросы. Ну, ну, ладно. Это я. Видите, начинается связная речь, более-менее. Тема такая животрепещущая. Вот. В общем, истории из жизни смотрите теперь на канале Одесский бродяга. Но это ещё не всё. Именно сейчас я там начала отвечать на комментарии, естественно. Не то, чтобы я отпустила эту просто вот так. Нет. Я начала отвечать на комментарии. Только вошла в азарт. Сразу бац. Оказалось, что в Ютьюбе есть лимит комментариев. Даже если вы пишете комментарии в собственном блоге, у вас лимит 100 комментариев. Больше вы написать не можете. Я пишу этому одесскому бродяге. Говорю, слушай, такое дело. Там тра-та-та-та рассказывают ситуацию. Говорю, конечно, ты что? И если ты будешь настаивать на этом, у тебя могут прихлопнуть твои каналы. И даже без объяснения причин. Так что ты с этим аккуратнее. Бывали прецеденты, что действительно так поступали с людьми. Я теперь думаю, ну вот. Даже потроллить никого нельзя. Представляете? Какая досада. Как же так? Как жить? Вот. Это два. А три у нас опять пересадка. Это классная пересадка. Сейчас будет хорошая пересадка. На самом деле, я делала эту пересадку до того, как я села монтировать ролик про Орхидеум. Это такая опять игра во времени. Игра с временными потоками. Вот. Ну, конечно, там комментарии. Да. Да она выглядит уже. Я пишу. Мне полтос. Ребята, вы что? Может, они думали, что у меня 30, а я выгляжу на полтос. Нет, мне полтос. Я выгляжу на полтос. Или там. У нее в кухне стоят книги. Да, ребята. У вас книги не стоят нигде. А у меня они стоят даже в кухне. Ну, как бы. И отсюда можно, в принципе, уже плясать. Комментатор, что сегодня, кстати, интересная попалась. Мне надо сюда скриншот ее поставить. После того, как я в ролике про Орхидеума сказала про какую-то там тетку в серой кофточке. Как у Киркорова розовая кофточка, а здесь серая кофточка. Ну, кто на какой цвет наработал, да. И после этого сюжета тетенька начинающий блогер, у которой на канале 2,5 человека, у которой за все время существования ее блога 4 тысячи просмотров. Но у меня, если кто не в курсе, 2 миллиона 200 тысяч просмотров. У этой тетеньки 4 тысячи. Ну, окей. Есть куда расти. Хорошо. И она мне пишет. Она обращается ко мне на ты, что... А ты срешь золотыми слитками, можно подумать. Вообще, да. Если так вот судить. Ну, как бы. По-моему, это очевидно. По-моему, любые результаты моей жизнедеятельности привносят в этот мир добро, просветание, и все идет в плюс. У любого человека... Я даже, собственно, я когда дарила... Я когда дарила мету Юле рядом со столом импортфлоры, я прямо во всеослушание говорила. Вот, вот люди, с кем надо дружить. Понимаете? Просто вы смотрите, с кем вы дружите. Эти люди вам полезны, они вам хоть какую-то радость в жизни приносят, или вы просто дружите, потому что за одной партой сидели 50 лет назад. Посмотрите вокруг. Может быть, вокруг вас есть люди, которые подарят вам реальную радость. Юля там такая счастливая, там, да. Вот. А, комментаторы-то да. И вот этот вот тетенька. Букет орхидей. Прийти к приличному, простите, блогеру, и вот так себя вести, ну и что? Как она собирается блог-то свою развивать, простите. Ладно. Теперь, значит, у вас пересадка, а я буду просто пить чай, потому что сил больше нет. Очень яркое солнце. К сожалению, очень контрастно. Вполовину уменьшилась, уменьшилась, уменьшилась моя коллекция здесь. Но суть не в том. Суть в том, что очень жарко сейчас, окна открыты настежь, увлажнитель фигачит на полную мощь, совершенно идиотская инсталляция из дневников Энди Орхола и ветродуя, который, конечно, рассчитан был не на то, чтобы дуть куда-то на пол, а на людей прямо. Но вот приходится вот так его наклонять. И таким образом получается. С одной стороны здесь очень солнечно, несмотря на... Может быть, отсюда будет лучше видно. В общем, здесь очень солнечно, несмотря на это притенение. Солнце очень яркое здесь, хорошее. С одной стороны. С другой стороны здесь очень тепло. С третьей стороны видите, как листочки колышутся? Потому что на них дует ветер и влажность есть. То есть не горят растения, не пересыхают. Воздух не застаивается. Я их сейчас еще и все полила. Вы знаете, насколько легко поливать орхидеи, когда их у вас 50 здесь, а не 100. У меня здесь 50, а в другой комнате 50. Такая красота теперь. Класс. Растут как на дрожжах. Еще, знаете, что я заметила? Вот у этого вот большого... Это бабочка. Он там в пазухе, видите? Цветонос. Или не видите? В общем, вот в этой пазухе. Нет, мне кажется, так не видно. Ну, в общем, там цветонос. А это крупная бабочка от Раджа. Это цветы, которые он привозил цветущими взрослыми растениями с Тайваня. Так что ждем. А сейчас у нас будет пересадка. Спонтанная пересадка. Одна сегодня уже была пересадка. И сейчас мы устроим еще одну пересадку. Надо, наверное, закрыть окна, потому что очень шумно. И сейчас мы забацаем пересадку. Тайсуко Анна, Пилорик, Туайс. Сегодня редкий случай в моей жизни. Моментик такой. Я решила приготовить еду. Представляете? Суп из баранины будет у меня сегодня. Если мной не овладеет лень. Сегодня я на самом деле... Сегодня день Архидеума. Первый день Архидеума сегодня. Сегодня я на самом деле должна монтировать сейчас ролики с Ютьюба. Ой, с какого Ютьюба уже? Сегодня я должна монтировать ролики про Архидеум. Здесь я замочила в Триходерме. И в чем еще? И в Ашби-101. В этой воде. Кору. Так делать не обязательно. Некоторые просто промывают кору, потому что она грязненькая. Видите, да? Не очень чистая кора. Некоторые замачивают. Некоторые проваривают. Некоторые замачивают более серьезно. Там на сутки. Я просто в целях того, чтобы она стала почище. А потом поливаю. На дне вся эта пакость остается. Но поскольку я буду пересаживать в эту же вазу стеклянную, сейчас я кору отсюда достану. И, наверное, помою вазу. У меня какая-то она грязная. Эта ваза? Не знаю. Не нравится мне. И тут у нас возникает вопрос. А чем мыть посуду-то? Я не мою посуду. В смысле, вообще никогда не мою. Это делает аналин. Тряпочку у меня оставила. Знала. Еще бы она выставила, чем мыть посуду. Она мне написала. Я сама покупаю моющие средства для дома. Не аналин, а я. Пишет она мне последний раз. Купите, пожалуйста, доместас и еще там что-то. Прихожу я в магазин, подхожу к полке с доместасом, а там их семь штук. Я стою, смотрю на них и думаю, и что? Ну, вот что? Звонить я не хочу. Мы очень редко звоним друг другу. Вообще люди редко звонят друг другу. Обычно оставляют голосовые там или пишут что-то. Что мне вот делать в такой ситуации? Ну, какое-то купила. Не знаю, наверное, подойдет. Вот, какая теперь чистенькая ваза. А то в грязную как-то не хочется. Ой, какая красота. Что мы теперь имеем здесь? Мы здесь теперь имеем Тайсу Куана Пилорик, которая кинулась в рост так, что срочно понадобилось ее пересадить. Хотя я не планировала ее пересаживать. Я вообще хотела, чтобы она у меня и зацвела. В этом, в этой посудине. Ну, видите, какие пошли корни уже по всему, по всей окружности. Вот новые корешки. То есть она в росте. Если сейчас ее не пересадить, то потом уже ближе к осени. А ближе к осени не хочется пересадить. А-а-а-а! Видите это? Ну все! Началось! Началось! думала просто пересадить знаете просто взять пересадить что тут долго думать думая а вот что итак следующие полчаса даже не знаю чем вас развлечь в это время хорошо хорошо дорогая хорошо так отлично сразу выбросим этот горшочек у меня было какое-то помутнение она купила таких транспортировочных горшков очень много а зачем они мне по сути если я видите какая красота кстати на архиде у меня таки купила себе куски коры для посадки на блоки посмотрим чем дело кончится перекосило у нас здесь все допустим так хорошо что мне нужно мне нужно ее так переставить хорошо чтобы она у меня вот весь этот ком не развалила чтобы вот так все и встала как она там и было и при этом желательно чтобы она стала поровнее потому что в той посудине она стояла конечно косо ладно в принципе окей вот так вот если ее как-то я живу сейчас опять привяжу как я все привязываю сначала этой лентой липкой ну смотрите-ка а и чего давай проваливайся чувак там же место полно и что мы вот так по одной что ли будем проваливаться туда чувак ты чё я же не собираюсь здесь полчаса с тобой стоять так я вообще хотела бы чтобы там было больше коры кусочков коры они они керамзитом как-то кора мне здесь кажется более адекватные более эстетичной и крепче она будет держать чем круглый керамзит даже вот так аккуратненько раз хорошо и еще немного мха надо добавить сверху потому что все таки все таки мох удобен как держатель для всей этой конструкции иначе когда вы ее поливаете переворачиваете отсюда а тут а кстати опять чуть не забыла опять чуть не забыла сейчас мы туда насыпем цион который не работает я знаю что он не работает не знаю они работают и не работают нужно не волноваться хуже не будет все хорошо там что-то еще какие-то драгоценные последние остатки остатки так такие небольшие кусочки коры на самом деле и мы их вертикально туда видите мы их туда вертикально ставим не горизонтально укладываем а вертикально у меня кстати сегодня брал интервью 11 так сказать то блогер украинский вставляете ну не знаю мне скажет когда выйдет мое интервью если он сделает это все таки то вдруг он передумает вот а так взял у меня сегодня интервью я честно говоря волновалась волновалась потому что одно дело я у себя какую-то от себя тянули плюда и совсем другое дело когда блогер со там со ста тысячами подписчиков у себя на канале меня о чем-то спрашивает вдруг что-то пойдет не так так а у нас здесь все пошло так как и надо обратно в пакетику убирается достаточно большое количество уже мокрой коры не пригодилась только коры а я знаю я сейчас еще одну буду пересаживать и там пригодится наверное так-то и сука на пилорик иди сюда что я могу сказать а надо же еще прицепить ее а то она опять вот как пошла как пошел этот пустик расти косо так у него вся корневая в бок и ушла в итоге видите вот вся корневая ушла в бок и он туда же и заваливается а я не хочу чтобы растение у меня куда-то заваливались я хочу чтобы они росли ровно одна из причин по которой я не люблю леодора потому что подобные сорта они вечно куда-то падают кошки у меня там что-то курлыкают так вот пополам я складываю и обвиваю растение сюда поглубже и этому украинскому блогеру говорю у меня тоже есть блок но говорю он совершенно бабский про орхидеи а с блогером мы говорили про европу я тут здесь с вами все про орхидеи про орхидеи вы же не знаете что я пол жизни живу в европе вот вертикально стоит моя красавица может быть даже сподобится зацвести куда-нибудь 8 все никуда она теперь не упадет все будет хорошо во всех пазухах вот там видно что в пазухе растет корень да и скотч этому не мешает абсолютно ну что красота что я могу сказать такая красота страшная сила такая быстрая пересадка супер а сейчас у меня будет пересадка которую я вам не покажу если она получится какой-то неправильный я же блогер да мы же не должны показывать естественно что-то не получается мы должны показывать только все нашу идеальную блогерскую жизнь сейчас так и будет если пересадка окажется не очень вы ее никогда не увидите я ее сотру так это джой спринг канале джой о нем тоже говорил о своих выпусках пассифлора и я купила его в компании архара и год назад и он как-то чудил вот это опять таки те тонкие листочки как сейчас пришел алюра астероид я показывала в ролике в предыдущем что алюра астероид пришел с такими тоненькими листочками и вот этот пришел тоже с такими же тонкими листочками а потом начал чудить одну с одной стороны он нарастил листья такие вот эти жесткие листья хорошо но то он мне усушил корни но помните я боролась резактониозом и похоже он тоже пострадал а и потом начал наращивать корни но в общем я по итогам решила все-таки посмотреть он видите там крупинки кто-то из вас скажет боже боже это плесень который убивает растения нет никого не убивает вот я хочу просто посмотреть что там в принципе потому что уже стаканчик в таком состоянии что не особо видно что там хочу выяснить что там и может быть как-то улучшить грунт помыть этот стакан в конце концов аккуратненько так аккуратненько нет корневая здесь кстати отличная а я поняла в чем там дело смотрите какая корневая просто мечта я поняла в чем там дело там сплошной мох это очень крайне невыносимо влагоемкий грунт такой грунт можно назвать грунтом убийцей для закрытой системы в стекле тем более что это такая глубокая вазочка но мы сейчас это все исправим поскольку корней там уже много на дно положу другой субстрат так куда бы мне это поставить чтобы помыть спокойненько посудку вставляете когда вы не моете посуду вообще какой же это кайф нет некоторые люди говорят что они любят мыть посуду ну всякое бывает я не люблю и не мою и это прекрасно у меня есть знакомые люди они даже в посудомойку не убирают на посуду мужчины это это мужчины так это все прекрасно опять у нас такая чистенькая вазочка что очень приятно вот здесь остались следы как раз от скотча не знаю они мне кажется не убираются мне лень это делать было бы аналина она бы сделала я не хочу так сейчас у нас цель такая расположить корневую систему таким образом чтобы и корневой системе было хорошо и воздуха там чтобы было много я сейчас на самом деле вы очень воодушевлена потому что я даже забыла о том что такой грунт там то есть я понимаю почему здесь такой грунт я просто забыла о том что я ну и кстати вот видите он конечно грунт грунт влагоемки но видите он достаточно рыхлый в меня то есть я не заливаю мох когда я поливаю мох вот зеленые корни окей но сам мог помните как я вам показывала что его можно выжимать а вот этот выжимать нельзя он такой суховато пушистенький так вот ставила я видимо на наращивание корней в моховой грунт а сейчас с корнями все хорошо и мы сейчас все это преобразуем в сторону грунта для взрослых орхидеи сейчас мы сделаем свою орхидею уже такой взросленькой который нормальный грунт так а что это у меня здесь такой я вообще хотела думала что здесь длинный ствол думала надо по центру срезать а здесь срезать то особо и нечего здесь вот эти сухие корешки но это вот результат резактаниоза а дальше там все нормально идет блин а я как-то думал что здесь какие-то проблемы я тогда один корешок еще отрежу и все растем дальше значит так что мы теперь делаем мы ставим орхидею стакан и вот так вот здесь вот еще вот эти крышки которые хотели убежать наружу но и заправила внутрь и сказала нечего вам наружу делать слушайте тут даже получается и корее особенно делать нечего так я вот смотрю пусть тогда будет свой же керамзит какое-то количество и сверху я запечатаю это мхом и и все в общем то на этом так все да да и какие-нибудь небольшие кусочки коры есть у нас небольшие кусочки коры красота немножко коры я в раздумьях по поводу того какие свои орхидеи посадить на блок две мне нужны две орхидеи у меня два блока теперь нужно две орхидеи какие у меня подойдут для такой посадки интересно так отлично и видите корешки которые идут от шеи они как раз пойдут в грунт потому что в предыдущем варианте они уже были слишком высоко и высока вероятность того того было что они просто не уйдут в грунт а мне все-таки надо чтобы они в грунт пошли вот так вот очень аккуратно не сильно прижимая всю эту конструкцию так аккуратненько раз с одной стороны с другой стороны почему у меня такой темный даже какой-то красный мог это как раз я лечила отрезок таниоза максимом в ожидании препаратов которые больше подходят отрезок таниоза я лечила максимом и проливала все орхидеи с максимом помните меня тогда какие-то доброжелатели писали но все там корням кобздец архи с орхидеями можете попрощаться но как вы видите корни в прекрасном состоянии сейчас мне какой-нибудь мужчина опять напишет мне какой-то мужик написал этом снимала тоже снимала один свой экземпляр с хорошими корнями и снимала что от шеи много корней по пошли пошли сразу и внутри тоже хорошие корни так он мне написал я бы не радовался этим корням потому что внутри они закупленные а сверху много корней я бы не радовался говорит фаленопсис как фаленопсис я бы ему не радовался я говорю мужик как мужик я бы не радовалась таким мужикам они абсолютно бесполезны как для общества так и для меня лично пришел что-то там вот красота же красота вот какая воздушная посадка опять а на этой радостной ноте я пожалуй все таки открою шампанское нарежу сыр и буду монтировать видео с орхидеума и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok